Сирийские правительственные войска использовали недавно полученные российские военные самолеты для бомбардировок позиций боевиков исламского государства в провинции Алеппо, передают агентство Reuters, ссылаясь на сирийский центр по соблюдению прав человека. В сообщении подчеркивается, что российскими самолетами управляли сирийские летчики. Российские аналитики уверены, что Москва... Тема Сирии станет одной из главных на предстоящей на следующей неделе встреч президентов России и США. Президент Обама намерен дать понять, что усиление поддержки режима Асада – это проигрышная ставка. Вероятные последствия заключаются в усилении и разрастании продолжающегося кризиса в этой стране, что не в интересах ни российского народа, ни американского, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Уверена, что Москва не собирается напрямую вмешиваться в конфликт. Все это говорит о том, что Россия качественно изменила свое поведение по сравнению с предыдущим периодом. Но вмешиваться напрямую, я думаю, что она не будет. Хотя я полагаю, что в наших военных кругах, может быть, кулаки и чешутся. Нам не нужен второй Афганистан. В последние недели появилось множество сообщений, подтверждаемых съемками из космоса, что Россия резко усилила свое военное присутствие в Сирии и увеличила поставки оружия для сирийской армии в рамках поддержки Асада, в том числе танков, самолетов и вертолетов. Редактор субтитров А.Семкин